в общем друзья всех приветствую но последнюю запись я вел когда мы причалили вот потом была разгрузка с корабля там таможня естественно самое удивительное у меня никто не спрашивал не вижу ничего я просто показал украинский паспорт и прошел а они даже не все не проверяли в компьютере не проводили вот он просто как бы открыл единственное что он сравнил только фотографию что это мой паспорт и все и горит проходи это вот так вот я не знаю это мне кажется спокойно можно просто как-то проскочит на этот круизный корабль там где-то и потом просто здесь выйти если кто хочет нелегально пройти но это не рекомендации ничего это просто мысли такие что мне много пишут как проехать в америку вот но это не точно то есть я просто вам говорю как есть на выходе они у меня посмотрели только что это мой паспорт и все больше ничего не спрашивают не вижу никакие ничего вот значит ну и все получилось как то есть кто не смотрел мой стрим обязательно смотрите потому что стрим который называется возвращение в сан-диего там он всего час идет вам за час кратко я рассказал практически все что было в круизе вот все ответы на вопросы там по поводу цен по поводу питания по поводу проживания по поводу мексики там то есть самые все популярные вопросы есть в стриме значит по состояние дел получилось как здесь конечно немного моя вина но может быть она и кушу понимаете говорят что совершенно не делается все круче получается я забыл свои очки вот потому что перед отправлением я всю ночь стремил и короче когда проснулся с буду на меня там катерина как затащила в убер и мы поехали я более-менее уже начал приходить себя только когда в сан-диего мы уже когда в корабль погрузились вот этот перелет аэропорт вообще смутно помню я забыл очки а у меня их вообще двое я хотел двое взять еще катерину спросил говорю очки брать или нет да зачем тебе там их разобьешь возьми только свои спортивные а эти не бери ну вторые у меня вот эти дорогие как они там называются уже не помню итальянские вот было видео я показывал такие черные глянцевые я короче оказался остался вообще без очков и короче получается как там можно было выбрать перелет когда я заказывал обратные билеты раньше катерина горела давай там пару дней поживем сан-диего игры так мне на работу меня короче я и так ну взял по максимуму что я мог вот так бы меня пришел по не отпустили даже на эти дни и получается блин уже все последние колеса тоже не работают короче в круизе я себя без очков нормально чувствовал но в принципе минус 2 всего я ну все вижу но это не для вождения и получается с билетами как она горела давай это то я я думаю ладно возьмем на вечер тогда билеты и целый день в этом в сан-диего погулять а как мы тут собственно погуляем мы не подумали про сумки и получается как если бы у меня были очки я бы сейчас мог машину в аренду взять прям в борту вот и потом в аэропорту и обернуть и все были бы расходы вот на аренду и на парковке там и прочее а без очков я не смогу водить вот поэтому чё делать непонятно было катерина игры давай поедем в аэропорт поменяем билеты на ранний рейс я и говорю хорошо если хочешь говорю что съехать поехали менять билеты короче до спорт и аэропорт они здесь очень рядом там я не помню несколько парумий вот можно доехать на автобусе один билет 225 за 2450 помощь на убери было где 1080 не помню вот короче 10 долларов он туда и обратно 20 получил короче я говорю нету смысла 5 долларов экономить сейчас будем перейти сумками на остановку искать где это потом ждать автобус они тут ездят очень редко везде в америке и говорю потратим час из 5 долларов с экономик поехали на убери короче вызвали убит доехали до аэропорта нашли дельту ну и спрашиваем у них можно ли билеты вот на ранний рейс поменять если есть места короче дело даже не в цене он просто горит нету нигде говорит мест вот я говорю хорошо где у вас локеры ну чтоб закрыть вещи и потом перед самолетом забрать она горит все локеров горит нету после 11 ноября или сентября чё там было сентября скорее всего короче локеров нету все во всей америке локеры убрали это типа мера предосторожности по борьбе с терроризмом для того чтобы террористы не могли туда положить какую-то бомбу она потом как бы весь аэропорт взорвёт вот ну и в итоге получается что билеты мы поменять не можем как это сумку ввести короче буду уже просто тащить пофиг все равно она убита это не наша вообще сумка катерина взяла играл не бери свои подружки соседки взялается сунг из волмарта у нее качество вообще 0 у нас было время игру поехали купим нормально нет зачем вот потом отдашь ажу теперь отдашь у нее сразу все колеса отвалились хотя у меня внутри ничего тяжелого нету качество просто китайское говно ну и короче в итоге делать нечего понимаете мест нету блокеров нету сумки деть некуда я говорю идем тогда в парк гулять короче здесь есть парк вызвали убер обратно поехали в парк короче погуляли там час надо нифига не гуляния потому что получается я тащу свои сумки катериной сумки и в итоге уже последнее колесо там отвалилась я верю все это пипец катерина горит ладно тут рядом есть церковь давай мне мою сумку я буду там сидеть потому что я уже в церкви давно не было и хочу эту миссию посмотреть оговорил он и говорится хочешь потом обратно встретиться игры пришли мне сообщение мы после круиза уже друг друга не хотим даже видеть потому что подумайте 10 дней одной малюсенькой каюте прожить вот я и говорю если ты говорю не напишешь я говорю не против приезжай тогда в аэропорт в пять часов у нас вылет все вылет все посадка на внутренние рейсы за два часа вернее не посадка ну как там чекин всякая security начинается на международные за три но это то есть время которое они говорят надо аэропорт приезжать беру приезжает это просто к пяти там найдем саму тем более здесь уже телефоны работают здесь уже проблем нет это в мексике мы были там было страшно потеряться паша как ты потом друг друга найдешь в общем получилось как я играю ладно иди в церковь я пошел здесь с этой своими всеми багажами гулять но сколько я могу пройти с такими сумками то я там прошел пару может километров хорошо сел сделал небольшой стрим но у меня батарея садится короче вот морской музея здесь можете купить билеты посмотреть на я даже не хочу билет 50 долларов это с ума сойти вот эти военные корабли старые американские вот звезда индии про которую он горит тут же я не знаю что за корабль вон еще подводка и звезда индии туда тоже наверно 50 долларов или сколько сейчас посмотрим сюда 18 но все равно разница небольшая тут калифорния шинер на налог 15 процентов или тринадцать половина сдерут короче ладно друзья сейчас я тогда это самое сейчас я короче перекосну сделаю фотки этих кораблей и короче потом расскажу вам что дальше